Привет всем дорогие друзья, вы на канале Андре Ньюз, а это наш очередной новостной выпуск. И прямо сейчас, и уже секунду, хочу вам сообщить, что в скором времени эксклюзивный контент YouTube Originals, который сейчас доступен только для подписчиков YouTube Premium, в скором времени станет абсолютно бесплатным в свободном доступе. Но поскольку там на самом деле смотреть вообще нечего, прямо сейчас рекомендую вам подписаться на наш канал, потому что в принципе в YouTube больше смотреть нечего. Ладно, шучу, есть еще наш второй канал, он тоже нечего, на него тоже можно подписаться. Переходим к новостям. А нет, подождите, перед этим хочу в очередной раз вам напомнить, что мы разыгрываем смартфон Huawei P30 Pro. Прямой эфир пройдет 10 числа, поэтому, ребят, не упустите свой шанс стать обладателем этого чудо-камерафона. Ссылка в описании, и там же вы найдете ссылку на прокачку ПК. Блин, который раз повторяюсь, что уже будет не прокачка ПК, мы будем разыгрывать отдельный собранный компьютер. Поэтому желаю всем удачи, ссылки в описании, рекомендую участвовать. Итак, в сети появилась информация о будущем топ-флагмане от компании Huawei под названием Mate 30 Pro, за работу которого будет отвечать процессор Kirin 985, выполненный по нормам 7-метрового техпроцесса. Это типа круто. Конечно же, имеется поддержка сетей 5G, но будет и отдельная версия с модемом 4G, специально для стран, вроде наших с вами. OLED-дисплей теперь будет иметь диагональ 6,7 дюймов, но за счет минимальных рамок эргономика должна быть на высоком уровне. Если что, это не мое мнение, это цитата из рекламного материала. Но самое интересное, это, конечно же, камеры. На тыльной стенке смартфона их будет сразу 4, а прямо в центре квадрата будет расположена светодиодная вспышка. Также аппарат должен получить аккумулятор емкостью 4200 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 55 Вт. Беспроводную зарядку, конечно же, тоже пообещали. Более подробных технических характеристик, во всяком случае, на момент записи этого видео, к сожалению, нет. Но уже сейчас ясно, что это будет настоящая пушка. Переходим к следующей новости. 7 мая, то есть уже совсем скоро, на конференции для разработчиков Google I.O. Корпорация Добра должна представить целых два новых, типа, бюджетных смартфона. Google Pixel 3a и 3a XL. Технические характеристики обоих аппаратов вы сейчас видите на своем экране. А я хочу обратить внимание на самое удивительное. Это ценник, который будет стартовать с отметки всего 400 долларов за модель 3a и 480 долларов за версию XL. Да, я понимаю, что если сухо смотреть на технические характеристики, тогда аппарат за свои деньги получается далеко не топ. Но также я понимаю, что те люди, которые покупают пиксели, они в первую очередь платят деньги за софт и за крутые камеры. А у этих моделей обещают, что камеры будут в точности такими же, как у Pixel 3 и у 3 XL. И своих конкурентов, значит, они должны рвать в клочья за 400 и за 480 долларов. Но и это еще не все. Компания Google трезво осознает, что уже третий год подряд у них не получается сделать по-настоящему крутой дизайн своих смартфонов. Поэтому они приняли очень интересное решение. Наняли сразу три команды дизайнеров, которые не знают друг друга, не имеют возможности обмениваться мыслями друг с другом и, независимо друг от друга, предложат свои варианты дизайна будущих смартфонов линейки Pixel 4. Ну что же, возможно, этой осенью мы действительно увидим что-то прекрасное. Ну, а если компания Google будет относиться к своим утечкам в точности, как в прошлом году, тогда, скорее всего, уже через несколько месяцев этим летом. Компания Asus тизерит своим новым флагманом под названием Zenfone 6, который должны представить уже 16 мая, то есть буквально через две недели. По рекламному тизеру можно судить, что в этот раз обойдется без всяких челок, вырезов и прочих непристойностей. Скорее всего, камера будет выезжать из корпуса по принципу перископа, как это реализовано у Vivo Nex. Смартфону приписывают процессор Snapdragon 855, но лично мне кажется, что его получит модель 6Z, по аналогии с предыдущим поколением. В целом, предварительно аппарат должен получиться вполне себе неплохим, но это если смотреть с оглядкой на смартфоны Zenfone 5 и Zenfone 5Z. Но также помню, что вы не совсем лестно относитесь к смартфонам от компании Asus. И вот тут мне хочется задать вам вопрос, скажите, стоит ли мне лететь в Испанию на презентацию этого смартфона, для того, чтобы потом раздобыть образец и записать для вас обзор, или не стоит? Вот тут голосовалочка, клацайте, голосуйте. Также я услышал вас по поводу Nubia Red Magic 3. Уже сейчас я занимаюсь поиском этого устройства. Компания Xiaomi собирается представить следующую версию популярного фитнес-трекера Mi Band 4. На данный момент известно, к сожалению, только то, что Bluetooth теперь будет пятой версии, а значит, больше радиус действия и лучше энергопотребление. Хотя я, как бывший владелец Mi Band 3, могу сказать, что у старичка с этим не было никаких проблем. Посмотрим, возможно, ближе к анонсу всплывут еще какие-то подробности, поэтому не будем спешить расстраиваться. Но еще можно поздравить компанию Xiaomi, что она будет одной из первых компаний, которые установят в свои смартфоны сканеры отпечатков под IPS-дисплей. До недавнего времени этот сканер удавалось разместить только под дисплеями, выполненными по технологии OLED. Но совсем недавно компания Ford Sense смогла подружить эту технологию с обычными LCD-панелями. Xiaomi сразу же обо всем с ними договорились, и, наверное, это хорошо. Но лично я по-прежнему и дальше буду топить за AMOLED-матрицы, потому что я считаю, что у них намного больше перспектив на рынке мобильных технологий. И последняя новость этого выпуска будет посвящена крайне неудачной рекламе еще не анонсированного смартфона OnePlus 7 Pro, который должны показать 14 мая. OnePlus вдруг взяли и заявили, цитирую, «Мы только что сделали ваш старый OnePlus медленнее». Эта реклама как бы намекает на то, что OnePlus сделали настолько быстрый смартфон, что все предыдущие модели на его фоне как бы замедлились. Но люди восприняли это заявление буквально, и поэтому предположили, что OnePlus, подобно компании Apple, просто взяли и искусственно замедлили свои устройства, вместе с последним обновлением прошивки. Естественно, в сети по этому поводу сразу же возникло недопонимание, и после этого скандал. И вы знаете, я сейчас об этом говорю, и понимаю, возможно, в OnePlus этого и добивались. Вот же хитрожопые ублюдки. Но что касается самого аппарата, то судя по всему, он должен быть реально огонь. Вы только посмотрите на его технические характеристики. А больше всего меня интригует его дисплей, который получил самую высокую оценку у специалиста в лаборатории DisplayMate. Выше, чем у Samsung, Huawei, iPhone и всех остальных девайсов. Я очень хочу своими глазами посмотреть на дисплей у OnePlus 7 Pro. Если он действительно окажется лучше, нежели у моего Galaxy S10+, тогда я поверю в магию. И, кстати, я сейчас немножечко спойлерну. Я прямо 14 мая буду проводить прямую трансляцию с презентацией этого аппарата. И, скорее всего, до этого я запишу ролик там, где мы разыграем тот самый OnePlus 7 Pro. Если вы за эту идею, ставьте палец вверх под этим видео. А также я вам напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем Huawei P30 Pro и принимаем заявки на прокачку вашего ПК. Вернее, будем разыгрывать совершенно новый ПК. У меня всё. Ставьте палец вверх под этим выпуском. Ещё раз, да, вот так вот я... Только не два раза ставьте, один раз. Вот, подписывайтесь на канал, делитесь им со своими друзьями. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok